Всем привет! В одном из своих видео я показывал как можно узнать какие сайты посещали на компьютере. В результате посыпалось немало комментариев с вопросами противоположного решения приведенных вариантов. Поэтому рассмотрим как можно скрыть историю посещения сайтов на примере Windows 10. Для этого можно воспользоваться VPN сервисом, в которых имеется достаточно большое разнообразие, но большинство из них в бесплатном режиме имеют ограничения. Так представленный дает возможность подключаться с одного устройства только к серверам в трех странах на выбор, при этом предварительно создав аккаунт. Винскрайп предоставляет всего 10 гигабайт бесплатного трафика в месяц. А данные CloudFlareWap ограничений по трафику и скорости не имеет, только вот изменить местоположение он не позволяет. Собственно его и установлю на компьютер. Так как я заранее уже скачал дистрибутив, теперь остается его запустить и выполнить инсталляцию, что полагаю не должно вызвать каких-либо проблем. Таким образом, активировав его работу и перейдя в браузере на ресурс 2.ip, можно видеть не свой адрес, как и возможно регион. В целом, использование стороннего VPN дает возможность скрыть ваши действия, выполняемые от персонального айпишника на посещаемые ресурсы и провайдера. Конечно, если служба предоставляемого сервиса вас не раскроет. При этом история посещения веб-страниц в браузере останется. Как вариант, на такие поисковики как Mozilla или Google Chrome можно установить VPN плагин, а почистить историю путем нажатия в своем большинстве в его окне сочетания клавиш Ctrl-Shift-Del. Более надежным вариантом в таком случае будет дополнительное использование браузера Tor совместно с VPN, который я также немного ранее скачал и теперь его остается только установить. По завершении развертывания, вновь зайдя на сайт 2.ip, можно видеть, что адрес вновь другой, как и местоположение. На мой взгляд, совместное использование VPN и Tor дает наибольшую степень конфиденциальности, где не будет возможности посмотреть историю, куда был выполнен заход в браузере, устройстве, раздающем интернет вашей локальной сети и собственно у провайдера. Но все равно не стоит забывать про имеющийся в вашей сетевой карте уникальный MAC-адрес, а также программ, позволяющих мониторить действия на компьютере в скрытом режиме с отправкой информации. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.